Возможности строительства линии приемки, очистки и сушки зерна по адресу Пролитарский район, улица Дачная, 26. Предусматривается строительство линии приемки, очистки и сушки зерна. На данный момент ведется внутренняя модернизация предприятия, а именно его технического парка. Планируется выход на эту мощность уже в марте месяце. Завершение этого строительства планируется к августу. Вы производите, да? Мы производим муку пшеничную. Это тульский хлебопродуктов или какой-то другой бренд? Нет, у нас есть тульская губерния мука и размещает у нас и Экстра-М, и Настюша. То есть у нас 4 сейчас компании, которые размещают заказ. Мы стараемся работать с тульским производителем, тем более, что в этом году оказалось, что тульское зерно является улучшителем даже для южного зерна. То есть наше зерно по качеству лучше. Наше зерно – самое лучшее зерно. В этом году, да, так случилось. Загласитесь, я другие предлагаю? Все, Ирина Олеговна, спасибо большое. Администрация города Тулы считает возможным строительство торгового центра в предложенном варианте с устройством навеса над парковочными местами лица Октябрьская. На рабочей группе мы неоднократно смотрели этот проект, принимая во внимание объем инвестиций, сроки реализации и создания новых рабочих мест. Объемные инвестиции – это порядка 2 миллиардов рублей собственных средств. Значит, создаем мы 238 рабочих мест. Средства у нас незаемные. И срок реализации – 16-й год. Конец 16-го года. Вся документация у нас практически имеется. То есть мы готовы начать строительство в ближайшие сроки. Но мы еще раз говорим, что у нас мы предупреждали о том, что Заречье у нас – это единственная площадка, которая, возможно, и нужна она не только просто как для торговли. Она нужна была для того, чтобы здесь были еще дополнительные сферы услуги. Мы предупреждали об этом. Кинотеатру нужен. Генеральный директор, почему он сегодня не приехал на Градзимсовет? Который озвучил о том, что это категорически неприемлемый для них формат пересмотрения этого здания. Поэтому у нас вариантов было два. То есть либо тормозит этот проект, либо приносить его на Градзимсовет. Тогда с жителями посоветовались. Решение принимать не будем. Давайте оставим, повесим его на сайте правительства. Посмотрим, что жители скажут. Нужен им проект такой или им нужен, условно говоря, торговый центр с кинотеатрами и так далее. Ну, то есть, как бы... Торгово-развлекательница. Ну, да. Нет, ну, мне кажется, тогда другого пути-то у нас нет. Так, предполагается строительство двухэтажной пристройки к северо-восточному торцу здания гостиницы Тула. Принимая внимание, то, что вновь возводимый объект существенно лучше, чем тот, который на сегодняшний день существует, администрация города Тула считает возможным строительство пристройки к зданию гостиницы Тула. Предполагаются сувенирные продукции для гостей нашего города. Те, которые приезжают на площадь Победы, те, которые будут приезжать на автовокзал в город. Понятно. Как вы планируете по срокам? Ну, я думаю, где-то в 6 месяцев мы ложимся. Как рабочая группа все-таки? Замечания, которые высказываются, ну, в принципе, большинством архитектурное сообщество высказало, что все-таки это действительно повышает существующее положение. Так, а вы не смотрели, вот сейчас Владимир Сергеевич эту мысль озвучил, посмотреть и поднять полностью по фасаду, включая до пятого этажа и выровнять с крыши, скажем, вот так вот в одном стиле? Только выровнять и рассмотрим. Ну, он для вас интересен, в принципе? Давайте посмотрите и потом примем решение. Ну, потому что потом не было. Давайте вернемся к следующему городсовету, к этому вопросу. Если что-то не было замечательно, поправить. Если нужно, чтобы вопрос побыстрее, давайте начали. Можно на следующую неделю, через 10 дней провести городсовет. Вопросы нет. Владимир Сергеевич, застройщик решил пересмотреть концепцию, предлагает новый вариант. Хорошо. Вот, поставь, стоит вопрос. Представьтесь, пожалуйста, в чем суть проблемы. Чернов, Кирилл, мы... Вы кто у нас? Собственник? Да. Тогда объясните, пожалуйста, вот впереди до марта 2017 года у вас есть разрешение. Выдано два года назад. Это сейчас. Два, с половиной, на три года. Вот прошло больше, почти прошло два года. Дело в том, что в этот году, вот на этот год мы собирались начать строительство, но учитывая экономическое положение в стране, мы не вытягиваем на это здание, то есть понижаем этажность, вот, ради того, чтобы сэкономить и построить такую же площадь. Парковки у нас позволяют. Парковки у нас 56 мест, администрация написала, мы делаем 76. Категория сельхозугодий, изменение просто на сельхозпроизводство, чтобы было допустимо строительство фермы. Принимая во внимание то, что общий объем инвестиций предположительно составит 1,6 миллиарда рублей, администрация города Тула считает возможным. Предполагаем строительство фермы, проектная мощность 7 тысяч тонн, это 7% от производства, от российского потребления, 320 дополнительных рабочих мест, плановое налоговое отчисление 170 миллионов. Срок планируем построить за 8-9 месяцев, а начать продажу гриба через 12 месяцев. Так, коллеги, я вижу вопросов нет, возражений нет, принимается, да? Продолжение следует...